Габон 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 на основе международного права при уважении центральной роли ООН и при уважении самобытности народов в различных регионах мира. Особо остановились мы на положении дел на Африканском континенте. Мы высоко оцениваем активное участие Габона в интеграционных процессах в Центральной Африке, в миротворческих усилиях Африканцев и ООН на континенте. Считаем, что наши коллеги и друзья из Габона эту позицию высоко оценили, что африканцы сами должны определять пути политического урегулирования тех конфликтов, которые пока еще сохраняются на Африканском континенте. Задача международного сообщества оказывать поддержку этим африканским усилиям в лице и Африканского союза, и в лице африканских субрегиональных организаций. Россия, работая в Совете Безопасности ООН, будет способствовать именно такому подходу к работе по стабилизации обстановки в горячих точках Африки. Продолжим мы укреплять миротворческий потенциал африканских государств, в том числе путем подготовки миротворцев в учебных центрах нашей страны, а также оказание содействия в оснащении африканских миротворческих контингентов. Мы выразили высокую оценку усилий Габона по обеспечению безопасности в Гвинейском заливе. У нас общие оценки в том, что касается задач повышения эффективности международно-правового сопровождения усилий по борьбе с пиратством. Обсудили также те шаги, которые были предприняты международным сообществом, самими африканскими странами, их партнерами из-за рубежа, включая Российскую Федерацию, которые позволили нейтрализовать на данном этапе вирус лихорадки Эбола. Вот в целом содержание наших переговоров, которые в повторющий раз были весьма и весьма полезны для поддержания контактов по всем аспектам российско-габонских отношений. Я благодарю моего коллегу за очень хорошую совместную работу и передаю ему слово. Я благодарю, прежде всего, сказать, как я рад оказаться сейчас в России по приглашению моего коллеги Сергея Викторовича Лаврова. Я приехал по приглашению для рабочего визита, и, как мой коллега сейчас совершенно правильно заметил, мы провели очень абсурдный обмен на мнениях по всем вопросам двусторонней политики дня, по вопросам регионального международного сотрудничества. Совершенно согласен с тем резюме, который Сергей Трус поставил по итогам нашего общения. Мне ничего добавить, может быть, хотел бы только сказать, что Россия для нас является основным партнером для нас, для Африки. Россия для Африки первоочередной партнер, и Габон, со своей стороны, хочет играть существенную роль в тех отношениях, которые Россия развивает со всем африканским континентом. Перспектив для этого предостаточно, и Сергей Трус очень правильно об этом сказал. Мы совершенно готовы проводить совместную работу для того, чтобы еще более расширить возможности сотрудничества между нашими двумя странами, но и для того, чтобы воспользоваться различными многосторонними вариантами сотрудничества. Я совершенно в вашем распоряжении, чтобы ответить на все вопросы, которые могут вас заинтересовать по поводу нашей двусторонней повестки дня, о которых говорил Сергей Трус, и высказать мнение Габона по этим различным соображениям. Спасибо большое. Переходим к вопросам. Информационное агентство России сегодня, пожалуйста. Вопрос к главе МИД Габона. Недавно нигерийская террористическая организация Бока-Харам заявила о своей лояльности к исламскому государству. Как вы можете прокомментировать это заявление в контексте борьбы африканского сообщества с исламским терроризмом на континенте, а также с учетом общих подходов России и Габона в противостоянии терроризму? Спасибо. Для начала я бы хотела сказать, что терроризм – это главная поля не только для Габона, но и в основном для всего международного сообщества. Дело в том, что не может быть национального подхода к борьбе с терроризмом, который мог бы принести существенные плоды. Для того, чтобы бороться с терроризмом, нужно опираться на коллективный, региональный и международный подход. Бока-Харам – это террористическая группировка, которая процветает сейчас в двух географических плоскостях. Бока-Харам – это первое, что всего речь идет о нигерии, где он был восточной Африке, и нигерии, в которой она зародилась. Бока-Харам – это террористическая группировка в центре Африки, в Камеруре и в Камеруре, в Камеруре и в Камеруре, в Камеруре и в Камеруре. Бока-Харам – это террористическая группировка в Камеруре и в Камеруре, в Камеруре и в Камеруре. Бока-Харам – это террористическая группировка в Камеруре, в Камеруре и в Камеруре. Бока-Харам – это террористическая группировка в Камеруре, в Камеруре, в Камеруре и в Камеруре. Исламм и Даеш у них есть совершенно разнообразная философия. У Боба-Харам и у Исламского государства несколько различаются принципы действия. Боба-Харам хочет установить на территории, которая под контролем нечто вроде государства, которая интересует их концепция видения мира, и это очень опасно, потому что может быть дестабилизационным фактором не только государства, но и для жилых регионов. Как раз это для нас является основной рабоченностью, потому что для того, чтобы бороться с этим, мы должны более число наращивать сотрудничество и вместе бороться с этой трансграничной угрозой и ставить препоны. Спасибо. Информационное агентство ТАСС, пожалуйста. Евгения Махалова, информационное агентство ТАСС. Сергей Викторович, каковы, на Ваш взгляд, перспективы урегулирования украинского кризиса на сегодня? В свете принятых накануне Верховной Радой законов по Донбассу и заявления руководителей самопровосглашенных ДНР и ЛНР о том, что до отмены данных законов политический диалог с Киевом невозможен. Спасибо. Я с сожалением вынужден откомментировать эту ситуацию, потому что мне казалось, что 12 февраля в Минске недвусмысленно были определены те шаги, которые предстоит осуществить. Документ под названием «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» был подписан всеми участниками контактной группы, включая и полномочных представителей Киева, Луганска, Донецка и помогавших им в этом процессе представителей России и ОБСЕ. И там записано буквально следующее, что сразу после отвода тяжелых вооружений должен начаться диалог по модальностям проведения местных, муниципальных выборов в соответствующих районах Донецкой и Луганской властей. То есть то, что должен быть диалог о том, как эти выборы проводить, хотя они будут проводиться на основе закона Украины, но модальности их проведения должны в соответствии с Минскими договоренностями согласовываться с Донецком и Луганском. Этого никто даже не пытался сделать. И далее там говорится, что на 30-й день после подписания вот этого Минского документа 12 февраля должен быть принято постановление Верховной Рады, который определит конкретные населенные пункты на территориях на которые будет распространяться вот этот закон об местном самоуправлении или закон об особом статусе, как его еще называют. Закон был принят осенью Верховной Радой, но отсутствие в нем описания территории, на которые он распространяется, не позволяло ввести его в действие, естественно. Вот поэтому такая договоренность и была зафиксирована в Минске, что на 30-й день после подписания документа о комплексе мер 12 февраля должен быть ясен объем территорий, населенных пунктов, на которые этот закон распространяется. Вот и все, что требовалось от Верховной Рады, под чем подписалась Украина. Вместо этого Верховная Рада по предложению президента Порошенко, что меня особенно смутило, потому что президент Украины поддержал Минский пакет от 12 февраля. Так вот, Верховная Рада по предложению президента Порошенко приняла решения, которые, по сути дела, переписывают договоренности, говоря проще, грубо их нарушают, поскольку обусловливают введение закона об особом статусе необходимостью освобождения этих территорий, которые они назвали оккупированными, необходимостью замены практически всех избранных населением этих территорий лиц на кого-то еще. И вытекает из постановления Верховной Рады, что только когда руководить этими территориями будут те, кто приемлем для Киева, только тогда закон об особом статусе вступит в силу. Это буквально попытка поставить с ног на голову все, о чем договаривались. Как раз в том-то и заключался компромисс, который позволял укреплять доверие, компромисс заключался в том, чтобы ввести сейчас особый статус на территории, на которых люди проголосовали за своих руководителей. И никто не заставлял украинскую сторону официально признавать результаты выборов, но с уважением отнестись к этим процессом. И выполнить то, о чем договаривались. Я думаю, что это минимум, что должна была сделать украинская власть. Тем более, что, повторю, никакими дополнительными условиями необходимость введения этого закона не обставлялась. Надо было только обозначить населенные пункты и конкретные территории. Я не знаю, как теперь пойдет у нас политический процесс. Я вчера обратился со специальными посланиями к своим коллегам в Германии и Франции, к Франку Вальтеру Штайнмайеру и Лорану Фабиусу. Привлек их внимание к вопиющему нарушению уже первых шагов политической части Минского пакета и призвал их предпринять совместный трехсторонний демарш перед нашими украинскими коллегами с тем, чтобы все-таки побудить их к тому, чтобы выполнять то, под чем они подписались и что было поддержано высшими руководителями Германии, Франции, Украины и России. – Спасибо. Вопрос от телеканала «Лайф Ньюс». Пожалуйста. – Здравствуйте, Елена Пенкальская, телеканал «Лайф Ньюс». Вопрос к Сергею Викторовичу. Вчера в Киеве президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции со своим румынским коллегом, тоже президентом, заявил о необходимости разморозки Приднестровского конфликта. И, в общем-то, это учитывая то, что именно Киев и Москва являются гарантами мира и стабильности в этом регионе. То есть, учитывая такое отхождение от предыдущих соглашений, на Ваш взгляд, есть ли сейчас угрозы реального возобновления конфликта в Приднестровье? Спасибо. – Я, честно говоря, не знаю, не видел точно, что сказал президент Порошенко, потому что разморозка может иметь несколько значений. Если исходить из того, что этот Приднестровский конфликт долгое время назывался замороженным, то я не думаю, что Украина заинтересована в том, чтобы перевести его через разморозку в горячую фазу. Опять это едва ли кому-то будет приемлемо. Если это касается идеи активизации переговорного процесса, мы всегда за это выступаем. Действительно, как Вы сказали, Россия и Украина занимают уникальную позицию в этом процессе, поскольку мы не только посредники, но и мои страны гаранты наряду с сторонами конфликта Кишиневым и Тирасполем и вместе с наблюдателями от Соединенных Штатов, Евросоюза и ОБСЕ. Поэтому я не буду комментировать конкретно смысл сказанного президентом Порошенко в связи с визитом в Румынию, но на данном этапе, к сожалению, за последний год роль Украины в усилиях по активизации Приднестровского урегулирования была не столь сбалансированной, как того требует статус посредника и страны гаранта. Украина, по сути дела, содействовала и продолжает это делать организации что-то вроде блокады экономической Приднестровья и, по моей оценке, подыгрывает настроениям тех, кто хотел бы перспективы ассоциации Молдовы с Евросоюзом использовать для того, чтобы в ультимативном плане заставить приднестровцев пойти на условия, которые выдвигает Кишинев. Мы убеждены, что здесь не может быть односторонних решений. Вы знаете, что базовые позиции сторон полярны. Молдова в 2005 году еще приняла закон, который исключает какой-либо особый статус Приднестровья и говорит лишь о местном самоуправлении отдельных деревень и поселках на левом берегу Днестра. В ответ Приднестровье провело референдум, на котором была объявлена независимость. И вот нам нужно искать золотую середину между этими двумя полярными позициями. Что потребует, конечно же, коллективных усилий, прежде всего, по убеждению главных действующих лиц в необходимости договариваться между собой с учетом тех принципов, которые ранее озвучивались. А именно, мы все хотим подтвердить суверенитет, территориальную целостность Молдовы, в рамках которой будет обеспечен особый статус Приднестровья и, конечно же, при понимании, что Молдова остается самостоятельным, независимым и нейтральным государством. В последнее время есть прогресс на этом пути. В частности, мы отметили встречи, которые прошли между новым главой правительства Республики Молдова и лидером Приднестровья. На них обсуждались практические вопросы нормализации экономических, социальных, гуманитарных связей между двумя берегами Днестра. И мы готовы способствовать этому процессу, потому что он посвящен как раз шагам, которые будут сразу же позитивно влиять на жизнь нормальных людей и тем самым укреплять доверие между сторонами, что очень важно для того, чтобы создавались условия, необходимые для запуска политического уже процесса, процесса поиска договоренности о политическом статусе Приднестровья в составе Молдовы. Конечно, это должна быть договоренность с существенным делегированием полномочий. И, кстати, между прочим, последние события в этой стране показывают, что, видимо, придется учесть и интересы других частей Молдовы, в частности Гагаузии. Вопросы накапливаются и, повторю еще раз, нельзя рассчитывать на то, что они будут решены в порядке выдвижения ультиматумов. Есть такое искушение у некоторых политических деятелей и в Молдове, и за ее пределами в связи вот с подписанием соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом. Я очень рассчитываю, что наши европейские коллеги, сознавая свою ответственность за обеспечение справедливого преднестровского регулирования, будут содействовать нахождению общеприемлемых для сторон развязок, а не навязывать какую-то одну точку зрения одной стороны другой. Спасибо. Спасибо всем за участие, министрам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.